Всем привет! Меня зовут Ника и добро пожаловать во влог, в котором я покажу вам, как прошли мои показательные выступления. Сейчас у меня примерно полтретьего и выезжать я буду чуть больше, чем через час. Мне хотелось бы снять по этому поводу влог, потому что вы попросили в телеграме поискать, потому что это классная возможность вообще запечатлеть, как прошел этот праздник. Это уже четвертое новогоднее показательное выступление и в этот раз я буду с новой программой. Об этом я уже рассказала в своем телеграм-канале, поэтому если вы хотите узнавать подобную информацию побыстрее, то можете подписаться. Кроме того, у меня будет новый костюм, который я вчера собирала буквально на коленке. К сожалению, из-за нехватки времени, из-за спешки я не сняла процесс, как я там пришивала всякие ленты. Думаю, что это было бы прям суперинтересно, но просто хочу сказать, что костюм действительно был сделан в очень краткие сроки, буквально за несколько часов. Собран из того, что есть. Показательные выступления у меня будут завтра. Сегодня 23-е. И в следующем у меня будет финальная тренировка. Честно, программа новая и не накатана от слова совсем. Ну, на самом деле, это не сказать, что будет сильно хорошо, потому что все-таки накатанные программы всегда лучше. Что же касается костюма, то в этот раз у меня ситуация довольно интересная. Для своей программы я выбрала композицию корейского исполнителя. Такой программы у меня еще не было, и, соответственно, на костюм под нее у меня тоже не нашлось. Поэтому я решила собрать красивенький костюм из того, что я смогу найти за краткий срок. Я уже закупила некоторые составляющие, и сейчас мы с вами все будем собирать. Сегодня к вечеру мне уже нужно успеть. А значит, что у меня есть? У меня есть вот такое вот черное вводим. Оно имеет вот такой вот небольшой воротничок и длинные обычные рукава. Я купила его в секонд-хенде буквально, наверное, рублей за 200. Я уже придумала дизайн, и моя идея состоит в том, что в полностью черном костюме будут сочетаться ленты, которые будут обвивать руки, возможно, корпус. Будут некоторые свободные ленты, которые будут красивенько так играть во время движения. И также все это будет украшаться вот такими пряжками металлическими. Также все это будет красивенько украшаться такими металлическими пряжками. А если так считать, то в общей сложности, наверное, на закупку вот этого всего я потратила в районе, ну, сколько? Ну, рублей 600, наверное, это так. Значит, вот такие пряжечки есть. И также я купила непосредственно ленту. Я купила 6 метров. У меня есть вот такая толстая лента. Ну, она под вид атласный. Она будет у меня на корпусе. И вот такая вот косая бейка. Она чуть-чуть потоньше, и она у меня будет на руках. Это, по сути, косая бейка, но другого просто не было, поэтому мне пришлось взять вот такой вот вариант. Ну, так вот. Внизу у меня будут лосины и симпатичная юбка-шорты. Я когда-то давно покупала в магазине юбку-шорты на низковое движение. Поэтому я планирую это как раз все совместить и красиво обыграть. Собран из того, что есть. Но при этом он получился прикольным. Все его оценили. За что мне, конечно же, очень радостно, потому что я переживала по этому поводу, понравится ли костюм. Вчера у меня была также ледовая тренировка, на которой я впервые прокатала свою программу под музыку на половинке льда. Эту программу я ставила буквально за ночь. То есть я просто лежала в кровати у себя, слушала музыку и в заметках составляла последовательность хореографию. И у меня какая-то в последнее время феноменальная памятная программа, потому что я ее запомнила очень хорошо. И никаких проблем у меня с этим почему-то не возникает. Буквально за день я могу запомнить полностью всю программу. Что касается композиции, очень мне нравится эта песня. Она довольно-таки грустная, про одиночество, я бы сказала. И было забавно, когда мне вчера девочки на тренировке говорили, что от меня какое-то рок-настроение. Ну, я не любитель рок-музыки, я вообще ее совсем не слушаю. И свой костюм я скорее делала на основе как раз-таки костюмов корейских исполнителей на различных концертах. Почему-то я улавливаю именно такой концепт. И мне хотелось воплотить именно такую идею с лентами, с пряжками. Вот, поэтому постараюсь передать сегодня этот образ. Вчера на прогоне у меня вообще все получилось. Все было классно, все элементы получились. Единственное, я сорвала так неплохо дорожку. У меня нет прямо в классическом понимании дорожки. Я решила поставить больше именно прыжковых элементов. Поэтому для дорожки я не стала выделять время. И я решила сделать просто интересные сложные комбинации. Наверное, блок, как называется, то есть крюки-выкрюки, твизлы, чиктау. Вот эти вот все сложные элементы я поставила, ну, примерно во второй половине. И на самом деле у меня получается их выкатывать очень даже хорошо. Но вчера в прокате не получилось, к сожалению. В первых вчера был отвратительный лед. После массового катания там, то ли после хоккеистов. После заливки прям борозды оставались. Круги такие, они были очень рельефные, было сложно на них что-то делать. Поэтому, надеюсь, сегодня лед будет лучше. А сегодня я, конечно же, очень постараюсь собрать также все элементы. К этим показателям я вообще, можно сказать, не готовилась. Потому что не держала их вообще в голове. Из-за сессии, из-за зачетных недель у меня не было времени, в принципе, на СВП тренировки дома. Поэтому для меня будет очень хорошо, если я прям все сделаю. Это будет просто супер. Конечно, Аксель не хотелось бы сорвать, но как получится. Вчера на тренировке я снова с Акселью билась. У меня очень зацепились ноги. Я просто вот так вот в группировке упала на опять на свою больную руку. В общем, я много болтаю, но на самом деле мне уже нужно собираться. Я хочу сделать прикольный макияж. Подготовить снова свой костюм. Собрать все в кучку. И, конечно же, взять вас с собой на выступление. У меня очень хороший настрой. И волнение просто 0%. Я прям совсем-совсем не волнуюсь. В последнее время я заметила, что во время выступлений я вообще не волнуюсь. Для меня выступать перестало быть чем-то волнительным. Что, конечно же, плюс. Потому что волнение зачастую мешает и не помогает. Молодец, молодец, Вероника. С утра я сегодня также забрала в Альберис подарки для моих родных и близких на Новый год. Потому что тоже близится уже этот замечательный атмосферный праздник. Тоже к нему уже потихонечку готовлюсь. Все подарки классные, прикольные. Я прям в хорошем сегодня настроении пребываю. И надеюсь, что это мне поможет. Ну, в общем, я делаю макияж. Времени у меня не так много. Поэтому я буду сейчас краситься. У меня, кстати, перестановка в комнате. Если вы хотите ром-тур, а я хочу его снять, то пишите в комментариях, и я сниму такое видео. А еще у меня новый телефон. Поэтому, если вы хотите и про него видео, тоже пишите в комментариях. И я дам какой-то свой отзыв, свои впечатления. Тем более, что я им уже подольше попользуюсь. И сформирую какое-то свое о нем мнение. Такие дела. Такие пироги. Обычно, когда у нас выступление, мы заранее приезжаем в Ледовый дворец, разминаемся в основном в своем темпе, каждый самостоятельно, повторяет программу, какие-то элементы, которые ему нужны. И потом у нас была жеребьевка. Чтобы все было честно, и порядок выхода определялся случайным образом, в пакетик написали номера. И думайте, какой номер я вытянула. Конечно же, первый. На самом деле, я впервые выступаю в самом начале. Поэтому было довольно-таки волнительно. И даже не столько от того, что мне нужно выступать, столько от того, что ты выходишь сразу после раскатки. И как-то в самом начале все это начинаешь. Но на самом деле, все оказалось очень даже хорошо. Сейчас вы видите мою раскатку. Раскатывались мы около минут 6-7. Первые два круга я покатала дуги, перетяжечки. Просто вспомнила, как кататься, так сказать. А затем уже пошла по элементам, потому что времени на раскатывание было совсем немного. Пошла прыгать ритбергеры, перекидной ритбергер для акселя. Пошла по вращениям, по своей дорожке. Как видите, здесь она у меня получилась практически совсем чисто, как я и хотела ее видеть. Проще говоря, каждую минуту раскатки я старалась делать что-то полезное. Не то скольжение, не то прыжок, не то вращение. Старалась также сохранять спокойствие. Элементы шли хорошо, поэтому каких-то особых переживаний у меня не возникало. Единственное, конечно, были проблемки с акселем, так как вначале он у меня получался очень плохо со степаутом, с каким-то некрасивым выездом, поэтому пришлось немножко побеспокоиться. Но в целом, под конец раскатки аксель получался уже более-менее стабильным. в последние секунды подъехала к бортику и настраивалась, потому что следующей предстояло кататься уже мне одной. Тут я перед самым-самым выходом успела прокатить первую часть дорожки и все. Раскатка закончилась, я подъезжаю к бортику, снимаю свою перчаточку и готовлюсь выходить. А на самом деле мое полное выступление есть на моем канале, вы можете его посмотреть отдельно. Сейчас я поставлю лишь красивую нарезочку. Я ищу на моем канале, но я ищу на моем канале. мой, что гонили, где-то я снимаю, и у меня по-друге. и я забегусь, и я ущу вашу льду. Я его запомнил. что ж после своего выступления мне было очень спокойно смотреть остальные номера видео почему-то в этом году совсем никто не снимал никто ничего не скидывал поэтому здесь не будет никаких кусочков но поверьте мне было очень прикольно мне прям понравилось за бортиком с некоторыми людьми тоже там стояли обсуждали что-то где-то шутили переживали друг за друга отмечали у кого что особенно хорошо получается всех участников поделили как бы на две разминочки поэтому у нас также была вторая так сказать раскатка тоже пять минуточек мы там покрутились повертелись потом посмотрели оставшиеся номера и в оставшееся время тренировки она у нас длится час мы также могли покататься твой сестру я также попросила поснимать меня дело всякие разные элементы поэтому докаталась я с хорошим настроением качалка всякие заклоны интересные каскады я еще с настей катала парную либулу что-то мы там прыжки параллельные пробовали делать но они в кадр уже не попали поэтому как мы в другой раз шла собираться домой я быстренько оделась и мы поехали забирать заказанную еду ну что ж вот все и закончилось я выступила и сейчас хочу вам рассказать как же все прошло ну в принципе по моему лицу вы понимаете что я довольна своим прокатом наконец-то я очень рада что я прыгну наконец-то аксель в программе и причем дважды очень чисто вот как надо и очень этому рада последовательность вступлений мы определяли по жребию и я не первая вытягивала бумажку из пакета но мне выпал номер один и поэтому я выступала первое на самом деле как я уже сказал у меня было просто ноль волнения но когда я уже была на раскатке понимала что через пять минут а то и меньше мне будет нужно выходить 1 я конечно немножечко волновалась на раскатке в принципе у меня очень хорошо получались элементы скольжения вращения все получались аксель пришлось побиться потому что первые попытки у меня получались стопаут который я пыталась исправить как бы под ойлер и затем прыгнуть салька в каскаде чтобы прыжок не выглядел сорванным однако под конец у меня начал получаться нормальный чистый аксель прям ровненький поэтому в программе я уже пыталась сделать именно чистый вариант и я сделала это на самом деле мне так интересно что когда я прям целенаправленно очень много работал над акселем он мне не получался при больших тренировках при накатывании программ все получается с какими-то ошибками а здесь программа которая была составлена за несколько часов ночью не была вытоптана даже на полу раз 10 до при этом все получилось а если анализировать ошибки то у меня была заминка снова на дорожке которую я просто превосходно выкатывала на раскатке слава богу она попала мне на камеру я просто наслаждаюсь как у меня получались элементы на правой ноге очень чисто ребра я прям вообще в восторге в дорожке к сожалению в программе получилась ошибка назад я развернуться не смогла было неудобно я подумал что лучше переступить немножко поменять последовательность чтобы не получилось такая прям очевидная ошибка но все равно ничего и в конце у меня мне пошло вращение волчок такой боковой в те тоже на раскатке и до и после чего прекрасно получалось не очень понравилось сегодня кататься несмотря на то что я была первая и было это волнительно мне все равно очень понравилось я старалась прямо под музыку все успевать и попадать в акценты слушать эту музыку я ее прекрасно слышал и каталась прямо под нее и что хочется отметить это то что в этот раз вот просто без лукавств круто откатались все мне очень понравилось наблюдать со выступлениями других девочек и даже новоиспеченные пары правда очень классное выступление и все были на позитиве то есть я не замечала какой-то прям очевидной нервозности все такие успокоенные какие-то уже знаете опытные я бы сказала возможно не просто не подавали видно но все прям так ровненько шли было очень мало ошибок и я надеюсь что все рады своим прокатом ну что все правда выглядели очень классно конечно же мне подарили подарочки в конце программы это вот такой вот милый динозаврик символ наступающего года их выбрасывали всем снова как авокадики на прошлых выступлениях весной мне вот такой зелененький попался очень милый динозаврик а моя семья выбросила мне вот такого прелестного зайчика кролика это просто какая-то милота неимоверная он такой мягкий я просто в восторге вообще мечтала всегда таком милом кролике я не так давно убиралась у меня уже очень много игрушек но мне всегда очень приятных получать после проката даже некуда в них уже складывать но все равно вот игрушечка в конце летит это очень приятно мне очень положительные впечатления остались сегодняшних выступлений это как прошел сегодняшний день мне тоже очень понравилось поэтому на этой положительной ноте я заканчиваю это видео сейчас я пойду кушать мы заказали роллы мои любимые наконец-то буду сейчас ужинать отмечать свое вступление экзамены конечно еще впереди но на каникулах я постараюсь побольше вам поснимать спасибо большое вам за просмотр спасибо за поздравления я вас очень люблю действительно телеграм подписывайтесь на этот канал и напишите что-нибудь в комментариях мне будет приятно почитать и до встречи в следующих видео